Я прямо здесь! Что? Я слышу тебя! Не оборачиваться, да? Я слышу твой свист! Я сейчас в своей вышке! Что? Я вижу тебя за деревьями, справа от меня! Это не я! Ты меня пугаешь! Я... Ну что ж, ребятки, всем привет, с вами что все иные! Сегодня мы продолжаем проходить игру First of Fathom, которое называется Iron Bark Lookout. Вот, на предыдущем... Постоянно хочу сказать стрим, на предыдущей серии мы остановились на том, что нас сожрала какая-то бабайка, которая была на нашей дозорной вышке, точнее, пожарной вышке. Ну, видимо, было неправильным решением открывать дверь, поэтому в этот раз я, пожалуй, не стану открывать дверь этому парню. А, у него, кстати, еще и фонарь. Вот ведь чертила. Какая у него интересная тень. Так и что? Ночью было что-то необычное. Где мой этот... У тебя вонючка! Чкинет. Нет! Нет! У него уже иммунитет к этой хрени! Чумачичий какой-то. Так, ладно. Продолжаем. Видимо, даже вонючка была что-то странное. А где я прятаться буду? В плите, что ли? Мне негде. Огнем отмахиваться? Делать вид, что я не живой? Ну, возможно, еще, учитывая, что игра, типа, подслушивает на... Может быть, мне не стоило... Говорить. Встал. 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 ушел черт какой-то чем надо был еще пес нахрен мне твоя и не знал что думать в этот момент зачем мне голова барана или кто это единственная логическая вещь и которой я думал связаться с конором дай закрыть дверь нахрен правда это не поможет у меня с кругом окна конорами конор прием мне нужно с тобой поговорить очень срочно привет ты хоть знаешь сколько сейчас время что-то зловище происходит в этом месте там что-то есть прямо за моей дверью не могло ли это подождать до утра вообще-то про череп знаешь что скажу новичок лучше игнорировать этих детей валяющих дурака я подозреваю что это то от чего устала марли а что есть это не пранк от этих детей можно ожидать все что может насмотревшись ужастиков рассмотреть ужастиков считает что это смешно такое ощущение будто это ритуал мы не будем горячиться новичок мы в самом центре глуши ладно вот что мы сделаем я пошлю тебе кого-нибудь чтобы там все проверили завтра сейчас просто закрой дверь глубоко вдохни и отдохни мы мало что можем сделать темноте настанет утро и ты даже не заметишь как быстро пролетело время попробуй снуть джек конец связи я меня правда звук джек извини что побеспокоил тела коннора не имели никакого смысла ну как бы да теперь я короче лягу где моя вся еда нифига ся она магическим образом обратно ушла я все на кровать накидал чтобы было удобнее спать в еде а спать так спать пять спать череп лежит он украшает это место не сейчас таки вы не проснулись утром вас сожрали они ночь 3 на следующий день я проснулся не будучи полностью уверенным была ли прошлая ночь реальностью или просто сном мне нравится локализация этой игры она то русская то английская тут потеряна строка то еще что-то коннор пытался объяснить это как безобидно шалость каких-то детей до позорить глуши но в ту ночь было что-то что казалось мне мрачнее тех лесах происходит что-то странное 8 34 п.м. просыпаемся мы уже ночи я был занят большинством своего времени простой уборки внутри и вокруг вышки или осмотром плотности деревьев вокруг а череп я выкинул да ой зря паранойя от этого леса только росла после прошлой ночи что заставило меня быть особенно бдительным видимо первая фраза была моя паранойя блин ты хоть протер что ли не знают смотреть невозможно через этот бинокль дурацкий я так понимаю я должен что-то увидеть ты я не вижу рамы счета ни хрена я не вижу рамы счета ни хрена ваше хорошее ну чё мы там увидим нас бинокль весь в дерьме измазан видимо вчерашним после того как этот черт к нам пришел включение что игра как бы намекаешь мне что-то сделать но я настолько особенно что не особо понимаешь что именно до но хоть что-то хоть что-нибудь хоть какое-то движение я ни черта не вижу и богу что он тут хочет рассмотреть я не представляю мы чего угодно померечь с таким биноклем лкм удержит чистить фу блин о да ты конечно молодец да еще мне пока им не работает нихрена слава богу хотя бы можно эту грязь убрать что-то нужное кто я ничего не видел непонятно я линзу протирал глюк наверное какой-то глюк оптики аналоговый пробел вернуться назад ура что я по-моему еще и в размере уменьшился только не надо мне звонить что там что-то было ничего не было я ничего не есть кто-нибудь не мне нужна помощь не позже ответьте кто-нибудь так какая все это погода надо проверить чё у нас по ветру ой не сегодня ветер 25 к нос никакой помощи людям не 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 ни в кое брази ветер сильный меня кто-нибудь слышит это джек вышка номер 11 господи спасибо я заблудился я действительно начинаю сходить с ума что происходит я даже не знаю чего начать я пошел исследовать эту территорию избился со времени а теперь темно и я не могу вспомнить дорогу до своего грузовика думаю думаю заблудился вы можете описать свою одежду а в чем ты сейчас у меня сейчас красная камуфляжная куртка штаны и зеленый рюкзак продолжай так какие принадлежности у вас сейчас при себе есть фонарик компас полностью заряженная радиостанция двусторонняя связи ракетница кое-какое походное снаряжение ой короче все ты на неделе в лесу может жить отстоять где вы находитесь я в середине леса на этой тропе окруженной деревьями ночью все выглядит иначе а не ты шмальнул фаера я думал что несколько выстрелов из ракетницы могут привлечь чьего-то внимание но пока никто не пришел все что это сделано это подсветило деревья теперь все выглядит еще страшнее просто хочу найти выход отсюда можете описать что вы видите я окружен деревьями я помню как раньше проходила небольшого ручья в каком направлении вы сейчас смотрите прямо сейчас еду на запад потому что помню как шел на восток когда приехал сюда спасибо господи вижу что вы видите сейчас я нахожусь на перекрестке троп но не могу вспомнить мне нужно пойти налево или направо чтобы вернуться к началу тропы вы не можете мне помочь яща карта смотреть будут подожди где там карта секунду надо еще зомби поубивать на компе обязательно так тропа да подожди ты я не готов еще тут обе тропы могли довольно знакомо я просто так боюсь совершить ошибку и найти дальше дороги пожалуйста помогите я занят перезвоните позже так где ты вообще находишься ты сделал бабах я был здесь правильно ну похоже на то то есть ты на севере что ли на севере от 11 вышки счастья к счастью не придумаем не бизди я сам тут первый день то есть ты был здесь ты на перекрестке троп рядом был на лес смс я поверну тут некуда поворачивать тут нет перекрестка ты шо дурак да но я сомневаюсь что он прям далеко давай направо тогда к вышке к моей подойдешь если перекресток так алё по правой я буду честен у меня были подозрения насчет левой тропы но если вы так говорите правая значит правая я бы не доверил себе такое решение спасибо за помощь принять решение темноте может быть непростой задачей да не за что прощайте я прямо здесь что я слышу тебя не оборачиваться я слышу твой свист я сейчас свои вышки что я вижу тебя за деревьями справа от меня это не я ты меня пугаешь я я не запускал эти окна где мой отрава от медведей блин елки-палки что там так долго делал я случал целую вечность меня просили тебя проверить чем ты занимаешься приятель помогал заблудившемуся турист такой поздний час до благословит его бог в любом случае принес припасы для вышки просто обычные вещи первой необходимости а я сейчас потеряю сознание если продолжу держать это взять припасы что ты там делал прошло ночью где что ты имеешь ввиду там на севере чем там был я бы не разгуливал там приятель мне надо было проверить дым от костра господи спаси и сохрани противные там дела парень рыси и медведи будь осторожен там приятель эти леса они нормальные и тут есть вещи которые хотели бы тобой полакомиться не говоря уж о том что в случае чего ты окажешься на огромном расстоянии от помощи а здесь хватает заботы конечно эта работа довольно занят занятая я слышал ты немного не в себе было все в порядке просто пытаясь привыкнуть новую обстановку упомянуть череп понятно вот и поговорили господи спаси да ты достал уже ты снял его на фото перед тем как убрать я об этом не думал знаешь лучше не зацикливаться на таких вещах парень к тому же мы не можем ничего сделать без доказательств в любом случае уже поздно я должен идти просто продолжай наблюдать спасибо за припас пошел нахер пес чё тут я был очень голоден чтобы лечь спать в смысле спрятаться 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 можно а если громко говорить то нас спали понятно да хочу мне с этими припасами это делать ну ладно наверно чё то нужно так ну погнали чё эпичный отчет 25 кнотсов 25 температура 57 и 7 да тут кстати , не точка и неправильно проставлял 57 и 7 я помог одному туристу жаск сон это я на данной погоде да я даже не смотрел на погоду честно говоря ну вообще не клауд ни одного облачка на небе конечно понятно видимо ясно опять нет ветер на этот раз ветер класс 12 вышки еще не отрапортовала тут уже в 8 часов вообще в 7 20 ну ладно все я готов спать я был очень голоден у меня вчера так вот это вот мне надо поближе вообще рядом с ним спать в обнимку заодно занюхиваю ночью где моя хавка я говорю люблю есть прямо на этом как это съесть то господи еда была холодная слышь ты его пендристый какая холодная жри чудо-юд капец еда ему холодная радио что ли хоть включить правда она какой-то громкая по-моему иногда что время 4 20 да я помню что ты жрешь в постели ееее на два дня хватило ну кошмар ну и жрут все мы же не будем правильно так из окна вышвырнем медведь медведи уберутся ну ну видимо и так сойдет все я могу спать не надо может не надо печь забавно что насчет туриста все было правильно ну я ж помог помог ну подумаешь его по дороге сожрали ж не моя вена правильно я за диких медведей блядь ты кто сука тебе еще надо будила ты шо дурак блять ты кто не надо тревожиться я работник просто проводил регулярно техобслуживание на радиовышке неподалеку бицил херов смогу сказать привет новенькому о котором все говорят как твои имя имена бывают заманчивы ой обманчивы зови меня Сайлас ты всегда работаешь так поздно каждое воскресенье просто пытаясь поддерживать линии и связи открытыми нам нужно убедиться что нужные сообщения доходят до нужных мест согласен согласен мы пользуемся информацией об обнаружении пожаров абсолютно но некоторые пожары предназначены для того чтобы гореть и никакая подготовка не остановит их чуть меньше видно у природы свои планы какие-то вещи нельзя проконтролировать как бы мы ни старались иногда стихийное бедствие просто является другой формой очистки способ для земли для самоочистки так ну короче увидимся позже Сайлас спокойной ночи джек надеюсь ты хорошо выспишься но помни или помни твое любопытство может привести тебя туда куда лучше не соваться прощай джек короче это этот чертила походу ко мне приходит ночью свистит и черепа подсовывает классно ему мне кажется надо связаться с конором и спросить про Сайласа кто кто есть такой Сайлас и как давно он здесь работает и окна закрыть боже а то опять час начнется я окна закрываю на ночь я окна закрываю на ночь но он еще не спит вот нет чтобы место было как у Конора спокойная 12 вышка сидишь только материшься на всех вокруг и хорошо как дед старый так залить все в доме а можно какую-то дорожку вот так вот вот так подожжем мы вот эту дорожку так не работает не продумано вижу дым который исходит из твоей вышки только не говори мне что ты не там новенький ты там? какие странные у тебя вопросы как слышно сейчас громко и ясно наконец-то я пытался связаться с тобой уже какое-то время где ты был? давайте скажем встретил Сайласа внизу встретил кого? работник вышки неподалеку это по поводу вчерашнего что ты имеешь ввиду? ты пытаешься меня надурить? что ты имеешь ввиду? та радиовышка не работает уже несколько лет какая та? надо было закрыто несколько лет назад после того как не ударила молния ремонт был оценен как слишком дорогостоящий какая та? ее дата починки была отложена до следующего большого финансирования которое произойдет нескоро судя по словам Митча если бы тогда болтал смотри если то что ты сейчас говоришь является правдой это мог быть очередной из тех болванов подшучивающих над тобой но он знал мое имя знал твое имя? ты думаешь что он нас подслушивал? возможно в любом случае притворяться работником парка строго запрещено исходя из правил парка когда ты его снова увидишь возьми его данные или сделай фото нам нужно выяснить подробнее я понял в любом случае я вижу что ты уже отметился думаю я пойду посплю да и я тоже вышка 12 отбой конец связи спокойной ночью конец связи какая та вышка? в смысле та? да я вообще ни одной кроме коннорска не видел но он то пошел туда там вообще ни хера не видать наверное чисто по карте конечно можно посмотреть может быть так я окошко не закрыл оказывается совсем замерзнем ночью давайте посмотрим он на север получается ушел да? тут что находится северне нас тут тауэр 12 тауэр 11 эр часа ну прикол в том что тут вообще нет тауэра других но он видимо смотритель какой-то другой вышки ладно пёс с ним чертила сраная еще подкараулю мое беспокойство мое беспокойство начало расти с каждым днем поэтому когда я отметил святую ночью я сказал себе что мне нужно просто привыкнуть к новой обстановке странности которые я видел в этих местах еще недостаточно для того чтобы вызвать тревогу однако это скоро изменится что за спойлеры 2 ночи спустя 9 часов 18 минут вечера ой какая погода ты прекрасный новичок у тебя найдется минутка наверное но я думаю это потом что ж хорошие новости только что получили сообщение штаб-квартира не говорят что у нас на компьютере новые системные обновления и хотел чтобы я сообщил тебя они говорят что это важное обновление систем безопасности думаю больше никаких шпионов спасибо до свидания я понял я обновлюсь как у нас по звукам ой какой отвратительный покота почему я сразу не могу принести дрофт наперед я странный правда ли вот но тем не менее давайте на этой прекрасной погоде я думаю мы завершим данную серию всем ребятки спасибо за просмотр с вами был вечерусин как всегда не забывайте про лайк комент подписки вот увидимся с вами в следующей серии это была игра first of этом или ironbark lookout ну это у нас четвертая часть данной франшизы получается да все на этом все всем спасибо всем пока пока и